Они не успели даже попытаться спрятаться. Всё произошло почти мгновенно. Гул самолёта, взрывы и выбегающие на улице люди с ужасом понимают. Многих соседей уже нет живых. Вот одна воронка, ну вторая воронка. А он под одеялом лежит человек. А чуть дальше лежат пальцы ребёнка. Понимаете, да? Здесь никогда не было ни блокпостов, ни сепаратистов, ни террористов. Это все мирные люди, понимаете? Разбили всю улицу. Вчера крестнику день рождения отметили пять лет. Кум лежит. Сегодня у дочки день рождения должно быть. Увезли в больницу. Крестник мой погиб тоже. Умер уже в больнице. Этот мужчина сидит рядом с телом своего сына и не может поверить в случившееся только, что они вместе гуляли по улице Островского. Его сосед, напротив, начинает осознавать, что в огороде одеялом накрывают его мать-пенсионерку. С какие-то рыстами борются. Пенсионерку 67 убили, деда убили. Ещё пять человек. Вон, снимайте, показывайте, кого они поубивали. Украинская авиация нанесла удар по посёлку Старая Кондрашовка утром, прямиком по жилому кварталу. И это сложно назвать случайностью. Истребитель выпустил по улице не один, а минимум пять зарядов. Обожжённые одежды и разрушенные дома – это практически всё, что осталось от целой улицы. Здесь почти все люди живут натуральным хозяйством и рано утром были в своих домах, когда начался обстрел. Здесь нет ни военных объектов, ни блокпостов ополченцев, поэтому очень сложно понять, кого украинские силовики атаковали. Ведь многим снаряды попали прямо в огород. Воздушная тревога в Луганске утром звучала несколько раз. Самолёт пролетал так низко, что был слышен звук двигателя. А буквально через несколько секунд со стороны станицы Луганской раздались взрывы. Шесть человек погибли сразу. Ещё одиннадцать доставили в местную больницу. Среди них ребёнок, которому вчера исполнилось пять лет, и женщина на восьмом месяце беременности. О состоянии раненых врачам, жителям этой же станицы, очень тяжело рассказывать. Осколочное поражение, состояние шока, трое погибло. Включая ребёнка пяти лет. Мы боремся за каждого. Работаем в тяжёлых условиях. Электричества централизованного нет. Работает генератор. Многие ранены ещё на операционном столе в крайне тяжёлом состоянии. Почти у всех остальных жителей разрушенной улицы – лёгкие ранения. Как можно это всё пережить? Почему мы должны бежать со своей земли, со своей страны? Мы же такие же люди, как и они. Почему они нас убивают? За что? На этот вопрос пока никто ответить не может. Налёты украинской авиации на окрестности Луганска продолжаются. Иван Прозоров, Олег Слюсаренко, Алексей Зуев и Лариса Никитина. Первый канал. Украина. Луганск.